Вести Карачаева, Черкесия 31 марта в Большом зале Дома правительства состоится очередная 46-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На рассмотрение и утверждение региональных парламентариев будет вынесен ряд законопроектов, в числе которых о порядке размещения обобщенной информации, об исполнении депутатами Народного собрания обязанности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах, о нематериальном этнокультурном достоянии в Карачаево-Черкесии, а также о внесении изменений в региональный закон об установлении порядка определения органами местного самоуправления дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей, а также другие законопроекты. В станице Преградной на базе местного отделения социального фонда открылся первый в Карачаево-Черкесии центр общения для людей старшего поколения. Это площадка для тех, кто в зрелом возрасте намерен вести активный образ жизни и получать новые знания. В комфортных условиях пенсионеры могут проводить свой досуг, изучать компьютер, слушать лекции, мастер-классы или просто общаться между собой. Подробности сообщил заместитель управляющего социальным фондом России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов. По Российской Федерации социальный фонд открыл на сегодняшний день около 100 таких центров в 73 регионах. И мы вот сегодня 74 регион, которые тоже вступили в эту программу. И я надеюсь, что центр, который сегодня мы первый открываем, это будет непосредний центр в Карачаево-Черкесии. Высшая школа государственного управления РАНХИКС совместно с Министерством экономического развития запустила образовательную программу для инвестиционных команд субъектов России «Управленческое мастерство развития региональных команд». В рамках обучения в Карачаево-Черкесии будет внедрен региональный инвестиционный стандарт для благоприятных условий ведения бизнеса в республике. Сотрудники Минэкономразвития Карачаево-Черкесии проходят обучение в президентской академии. Цикл программ предусматривает как очные, так и заочные модули и будет проходить с 30 марта по 15 октября. 900 школьников из районов и городов Карачаево-Черкесии в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. Материально-техническая база инфраструктура «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. В республике объявили лучшие социальные проекты 2022 года. Итоги регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект» подвели в Черкесске. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» победителем стала Алина Поклад с проектом «Бойцовский клуб «Беркут». Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере социального туризма стал проект Екатерины Борисовой «Опытный туризм. Программа социального туризма для лиц старшего возраста». В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки технических средств реабилитации и IT-технологий, направленных на решение социальных проблем общества» победила Алина Найманова с проектом «Нейроспейс Кавказ». А в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социальную активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» выиграл Аслан Физиков с проектом «Кавказ Пакет». Кроме того, победителями стали Светлана Байрамкулова, Марина Ижаева, Инга Акбаева и Арсен Карасов. В Черкесске прошел семинар для молодежного актива Карачаева Черкесии, спикером которого стал главный специалист-эксперт управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Иван Шкатов. Сам семинар был посвящен ключевым направлениям работы Федерального агентства и программам, реализуемых «Расу-молодежью». Подробности сообщил заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Это событие направлено на то, чтобы можно было у наших активистов, у тех, кто так или иначе связан с реализацией молодежной политики в нашем субъекте, повысить уровень осведомленности о федеральном контексте молодежной политики. Чтобы благодаря такой осознанной картине они могли, соответственным образом, планировать свои события, свои мероприятия и вовлечение в орбиту деятельности молодых людей в соответствии с тем, как они в конечном счете смогут использовать повестку федерального уровня для повышения уровня мотивации, включенности, вовлеченности в процесс. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева состоялась премьера документального фильма, посвященного герою России генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Фильм рассказывает о том, как Канамат Хусеевич шел к своей заветной мечте стать военным, о ее воплощении через трудности и преграды, о том, как он достиг необыкновенных профессиональных высот, как еще при жизни стал легендой. Честь, долг, совесть, любовь к родине для Баташева были главными жизненными ценностями. Документальный фильм об отважном летчике сняли представители киноучреждения Кубанькино Краснодарского края. В Народном собрании Карачаево-Черкесии прошло заседание, на котором обсуждались вопросы профилактики и противодействия идеологии экстремизма. В этом разговоре приняли участие не только парламентарии, но и представители правительства и духовенства региона, общественные деятели, правоохранители, а также помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Айдамир Валиев. Информацию комментирует министр по делам национальностей в массовом коммуникациями печати Альберт Кумуков. Министерством проводится работа, так называемая хибердружина состоит из шести и семи блогеров разных национальностей. На периодичной основе каждый год осуществляет мониторинг в сети интернет, в социальных сетях, в мессенджерах для выявления негативных материалов, связанных с экстремистской террористической деятельностью. За прошлый год министерством было выявлено 450 материалов. В дальнейшем эти материалы каждый месяц направляются в Центр противодействия экстремизму для дальнейшей работы. Группа компаний Домотэ завершает подготовительные работы к весенней пассивной кампании в Северокавказском федеральном округе, где Агрохолдинг развивает проект по производству баранины. В этом году Домотэ засеет более 4000 гектаров земель в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае. Это на 33% больше, чем годом ранее. Весеннюю пассивную будет засеяна порядка 2000 гектаров, в частности, 1500 в Ставропольском крае и 500 гектаров в нашей республике. Пассивная стартует в конце марта и пройдет согласно графику. Растеневодческое направление позволяет компании формировать собственную кормовую базу для откорма овец. Основными сельхозкультурами в обороте являются кукуруза, ячмени, пшеница, которые имеют высокую питательную ценность при составлении рациона кормления овец. В 2023 году республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа будет реализована на территории личных пособных хозяйств в трех районах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Анзор Баташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативно и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, лично продуктных хозяйств. С этого года по поручению мы продлили региональную программу и как минимум до 2022 года данная программа будет работать. В этом году планируется охватить три района, поддержать 30 хозяйных кооперативов. Соответственно, это получится где-то 90 личных процентов. Еще одно место для прогулок появится в республиканской столице. Благоустроенная аллея будет расположена на улице Даватора в районе регионального погрануправления. Работы там стартовали, старое покрытие демонтировано и совсем скоро начнется укладка тротуарной плитки. Общая протяженность новой общественной территории составит 158 метров. Украсят аллею 10 лавочек, обязательно урны для мусора, а также появятся малые архитектурные формы. А уютный теплый свет в вечернее время обеспечат 10 фонарей. Информацию комментирует ведущий специалист управления ЖКХ мэрии Черкесска Руслан Жукаев. Руководством города было принято решение также за собственные средства муниципалитета обустроить данную аллею, так как у жителей была потребность в этой аллее, то есть немало людей проголосовало за ее обустройство, поэтому на данный момент ведутся работы по ее благоустройству. Первыми в списке благополучателей от этой аллеи являются студенты и жители данного района, так как у нас рядом находится колледж. В этом году и в следующем году у нас есть запланированные объекты, которые мы планируем обустроить. Это происходит путем участия в различных государственных программах, но у нас есть большие планы по развитию нашего любимого города. В Черкесске состоялся четвертьфинал 10-й республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Карачаевой Черкесии», в котором приняли участие 45 десятиклассников республики. На дорожках в конкурсах русского языка и красноречия в девяти агонах приняли участие 27 агонистов. Из них шесть стали победителями и вышли в полуфинал. Теоретики, отвечавшие на вопросы и набравшие наибольшее число орденов и медалей, станут агонистами и примут участие на дорожках в полуфинале. В итоге к участию в полуфинале олимпиады допущены 37 участников. Из них 18 в качестве агонистов, 19 человек в качестве теоретиков. В полуфинале 10-й республиканской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников будет проведено шесть агонов. Его темой станет 80-летие со дня кончания Сталинградской битвы. Состязания пройдут 29 апреля в студии ГТРК «Карачаево-Черкесия». В Черкесске прошла военно-патриотическая акция «Сила в правде Z». В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» вблизи стадиона «Нарт» был развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Мероприятие сопровождалось выступлением творческих коллективов города. По итогам прошлого года 66% выявленных в Черкесске онкологических заболеваний обнаружены на первой-второй стадии, что выше уровня предыдущего года на 2,3%. Более ранняя диагностика существенно повышает шансы на полное выздоровление. Показатель первичной онкологической заболеваемости в городе в прошлом году вырос на 12% по сравнению с позапрошлым годом. Удельный вес от общего числа выявленных случаев 39,5% приходится на рак органов мочеполовой системы, на втором и третьем местах рак кожи и онкология желудочно-кишечного тракта. В 2022 году было зарегистрировано 257 случаев онкозаболевания. По словам начальника отдела здравоохранения Мэрии Черкеска Тамары Хохандуковой в городе больше всего растет заболеваемость раком кожи, молочной и предстательной желез. С начала этого года в Черкесске снесли 23 незаконно установленных объекта. Из них 17 нестационарных торговых, 4 ограждения и гаражи, а едва негапитальных сооружения. Часть объектов была ликвидирована владельцами самостоятельно. Сотрудники отдела по контролю за использованием земель в мэрии города на постоянной основе ведут работы по выявлению незаконно установленных объектов. В основном с улиц убирают гаражи, нестационарные торговые объекты, шлагбаумы, заборы, павильоны и силомеры, которые установлены без разрешения. В прошлом году на территории республиканской столицы было ликвидировано 64 объекта. Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя Серхозкооператива, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве и легализации преступных доходов. Тему продолжит Елена Дармаграева, старший помощник прокурора Карачаева Черкесии по взаимодействию со СМИ и общественностью. Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении мошенничества, изготовлении поддельных документов, неправомерном обороте средств платежей, а также в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По версии следствия, обвиняемый, являясь председателем сельскохозяйственного кооператива, в период с декабря 2019 года по март 2021 года представил в региональное Министерство сельского хозяйства фиктивные документы, якобы подтверждающие осуществление сельскохозяйственной деятельности. В результате им незаконно были получены субсидии, предназначенные для возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей на сумму свыше 41 миллиона рублей. В ходе следствия в целях возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на вышеуказанную сумму. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В районных подразделениях филиала Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесская Энерго проходят мероприятия по внедрению концепции нулевого травматизма. Проект, который реализуется в компании уже третий год, направлен на повышение уровня производственной дисциплины, решение вопросов электробезопасности, а также снижение уровня травматизма и создание максимально безопасных условий труда для сотрудников. Прокомментировала Надежда Лакаева, главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ. Очередной обучающий тренинг в рамках реализации концепции был организован для персонала Малокарачаевских районных электросетей, Малокарачаевского энергосбытового отделения и Малокарачаевской группы подстанций филиала. Электромонтеры, инженеры, дежурные подстанции, инспекторы, контролеры, водители и представители остальных профессий этих подразделений ознакомились с системой оперативной оценки рисков по методике пяти шагов, а также с основными правилами сохранения жизни и здоровья при выполнении своих обязанностей. Об этом, а также о семи основных правилах концепции нулевого травматизма коллегам рассказали заместитель главного инженера, руководитель группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля филиала Джамбулат Наджагов и дипломированный тренер по нулевому травматизму, ведущий специалист группы производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля Осман Джукаев. В рамках празднования Дня водных ресурсов 28 марта в республике пройдет первая в этом году экологическая акция по уборке берегов от мусора «Вода России». Мероприятие состоится на берегу реки Кубань в Черкесске в окрестностях Псышского моста на площади порядка трех гектаров и на береговой линии протяженностью более двух километров. В акции примут участие более двухсот человек. Это сотрудники регионального Минприроды и подведомственных учреждений, студенты, волонтерские и общественные организации, а также представители федеральных органов власти и бизнеса. Больше десятка гидрологических постов будет задействовано в Карачаево-Черкесии для контроля поводков. По данным Главного управления МЧС Республики, наиболее поводкоопасный период в регионе прогнозируется на лето. Из двух поводкоопасных периодов – весеннего, который приходится на март-май и летнего – июнь-август, наиболее опасным является летний поводок, обусловленный интенсивным таянием ледников с наложением выпадения обильных осадков. Для контроля за гидрологической обстановкой на территории Карачаева-Черкесии в частности будет задействовано 13 гидрологических постов Росгидромета. Боксеры Черкеска завоевали пять золотых и три серебряные медали на открытом турнире среди юношей. В станице Суворовской прошел открытый турнир по боксу среди юношей. В соревнованиях принимали участие воспитанники спортивной школы номер 4 Республиканской столицы. Блестящие результаты показали воспитанники тренера Артура Кячева. Золотые медали завоевали Аслан Хагапсов, Керам Кипкеев, Альберт Дегтярев, Ахмед Дышеков и Руслан Хагапсов. Три серебряные медали в копилку команды принесли Адам Кумуков, Амиран Чимов и Малик Гумб. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону. 8-86-52-24-99-51. Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия. До новых встреч!